Итоги уходящего понедельника Полиэтиленовый пакет вместо конверта на выписку Или страшная находка в лесополосе Сотрудниками УД Бобрусского горисполкома Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий Кто же она горе-мать? За гранью реальности В выставочном зале открылась экспозиция художественных голограмм Такое ощущение, что святыня находится прямо за этим стеклом Технологии или магия? А также антикоррупционная политика Ежедневный рейс И последние дни У православных верующих началась страстная неделя Бескомпромиссная борьба с коррупцией Во Дворце Независимости Обсудили широкий спектр вопросов здравоохранения Александр Лукашенко принял с докладом Главу ведомства, председателя КГБ и генпрокурора Необходимость присутствия такого состава Белорусский лидер пояснил с самого начала Речь о коррупции в медицинской сфере А точнее дело задержанных по подозрению В совершении ряда преступлений врачей-ортопедов По поручению главы государства прокуратура Поручательно проверит вопросы посредничества И очередность оказания медуслуг Всем хорошо известны жесткие требования главы государства По бескомпромиссной борьбе с коррупцией Невзирая на должности и прошлые заслуги Однако в нынешних, сложных условиях Продолжающейся против нашей страны гибридной войны И беспрецедентного экономического давления Находятся нечистоплотные дельцы от бизнеса И медицины, которые наживаются на здоровье и горе людей Президента интересовала в целом обстановка в здравоохранении Ситуация с пандемией, как работает техника в регионах И что с доступностью лекарств и ценами на препараты На встрече Александру Лукашенко Также презентовали спутник «Лайт» белорусского производства Вопрос жизни и смерти В Бавруйском районе погибла пожилая семейная пара Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем В деталях ЧП сейчас разбирается Следственный комитет С места трагедии Карина Гуревич Праздничное воскресенье для Боровинки обернулось настоящей трагедией Новость о страшном пожаре в Садовом товариществе Долетела даже до тех, кто уехал в город Смерть пожилой семейной пары буквально повергла всех в шок Дом вспыхнул в половину одиннадцатого К моменту прибытия спасатели и пламя перекинулось на баню и два сарая На втором этаже огнеборцы обнаружили тела хозяев Мужчине было 75, женщине – 76 Следователем с привлечением специалистов управления Государственного комитета Судебных экспертиз по Могилевской области и сотрудников МЧС Проведен осмотр места происшествия Опрошены очевидцы, соседи и родственники погибших Назначен ряд экспертных исследований До недавнего ухоженный дворик совсем скоро порастет травой На улице кирпичи, угли и остатки мебели На вопрос, что произошло Соседи пожимают плечами Пенсионеры не курили, не пили и всегда следили за участком Эксперты не отрицают Причиной гибели могло стать неосторожное обращение с огнем Вчера уютное гнездышко с фонтаном и качелей во дворе Сегодня обугленная коробка без окон и дверей Крыша обвалилась, частично обрушились и стены О деревянном балконе напоминает лишь обгоревший каркас Еще один необычный случай произошел в субботу На Пушкина женщина получила ожоги 70% тела Крик за забором услышали соседи Сразу же бросились на помощь Как позже выяснилось, пенсионерка не заметила во дворе самодельный мангал И на него упала Ее госпитализировали Работники МЧС напоминают, что самой распространенной причиной пожара Является неосторожное обращение с огнем В частности, при курении Также спасатели напоминают и про отопительные элементы За которыми нужен по-прежнему уход Ведь еще отопительный сезон продолжается В Бобруйске районе пламя уже унесло жизни 14 человек В масштабах всей страны почти 300 Среди них два ребенка Каждая трагедия – очередное доказательство Огонь ошибок не прощает Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Кошмар наяву Милиция продолжает поиски мамы-младенца Которого нашли в лесополосе улицы Чаплыгина Тело новорожденного обнаружили вечером 12 апреля Мальчик был завернут в женскую комбинацию и полиэтиленовый пакет Роды, как сообщается, проходили не в больнице Сотрудниками УД Бобруйского госполкома Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий По установлению личности биологической матери В связи с чем обращаемся к гражданам Обладающим какой-либо информацией о женщине Которая имела явные признаки беременности А в настоящее время такие признаки отсутствуют Как и новорожденные Если вы владеете какой-либо информацией Обращайтесь по номерам телефонов Которые указаны на ваших экранах Анонимность гарантируется Лесной запрет, ударные темпы И апрельский прогноз Белорусов ожидает холодная и ветреная неделя Громкие заголовки дня Далее в специальном обзоре Белорусские аграрии Посеяли ранние яровые культуры На 72% площадей Лучше всего справляется Брестская область Там план уже перевыполнен В Могилевском регионе охвачено больше 30% Работа кипит весь световой день Белавиа пустит ежедневные рейсы в Баку Из Минска самолет будет вылетать в 23 часа Из столицы Азербайджана в 4.55 В пути пассажиры проведут около 4 часов Напомним, на авиатабло появился и Калининград Движения по маршруту выполняют трижды в неделю В 17 районах республики введены запреты и ограничения на посещение лесов Стоп-листе Гродненская, Гомельская и Брестская область Причина – вероятность пожаров, которые несут вред животному и растительному миру Следить за изменениями можно по карте на сайте Минлесхоза У православных верующих началась Страстная неделя Это самые важные семь дней года Они посвящены последним дням земной жизни Христа Страданиям, распятию, смерти на кресте и погребению В это время соблюдают строгий пост В храмах проходят богослужения Белорусов ожидает холодная и ветреная апрельская неделя В прогнозе на вторник дождь, мокрый снег и ночные заморозки Днем будет до плюс девяти Комфортная погода станет лишь к пятнице Столбик термометра поднимется до 14 тепла Труд облагораживает В республиканском субботнике приняли участие свыше двух с половиной миллионов белорусов Все силы бросили на приведение в порядок мест боевой и воинской славы В год исторической памяти это особенно символично Ведь сохранить и приумножить то, что создавалось веками, задача для каждого Собрано более 10 миллионов рублей Средства направят на восстановление мемориального комплекса Хатынь В стороне не остался ни один регион Генеральную уборку сделали во всех уголках Синеокой На субботник нужно выходить, чтобы облагораживать территорию свою Чтобы был праздник, чтобы чистота была, кругом порядок Ну и никто не отменял традиции еще Субботник он должен быть субботник Он должен дарить людям радость, настроение В Бавруйске превразилась территория у вечного огня Здесь высадили туи, можжевельники, спиреи, а в центре молодой дуб Как символ мужества, силы, благородства и верности исторической памяти У братской могилы советских военнопленных, расстрелянных и замученных фашистами в Бавруйском концлагере Выросли 16 кленов Расширилась и аллея в молодежном микрорайоне Плюс 400 деревьев Современная диковинка В Бавруйске открылась экспозиция художественных голограмм В выставочном зале представлено свыше 50 работ От креста Ефросинии Полоцкой до олимпийских мишек На искусство по другим углам взглянула Ольга Васенда Выставочный зал Бавруйска перевоплотился в мир волшебства Впервые на этих стенах разместились художественные голограммы Приглушенное освещение не экономия, а способ разглядеть произведения искусства в малейших деталях Здесь кажется идеально всем, от глубины цветопередачи до аутентичности образов Вы сможете увидеть как аналоговые, так и цифровые Также можете увидеть голограммы, которые выполнены цветные с нашими коллегами из Ритовской республики В экспозиции представлено полсотни работ Картинка меняется в зависимости от угла наблюдения Олимпийские мишки, слуцкий пояс, первый белорусский спутник и книга царств Запечатлен тут как животный мир, так и духовные ценности Одна из крупноформатных голограмм – крест Ефросинии Полоцкой Оптическая копия точно воспроизводит все детали на престольного распятия Драгоценные камни, нитку жемчуга и лики архангелов Такое ощущение, что святыня находится прямо за этим стеклом Магическая экспозиция создана благодаря научным разработкам Белорусского ученого-физика с мировым именем Леонида Танина Технологии единственные в республике Однако активно развиваются во всем мире Художественные голограммы уже объездили 17 стран Ошломляет Кажется, обычная книга, подходишь сбоку, совсем другая Очень необычная выставка, никогда на таких не была Столько всего много, хочется еще посмотреть больше Все очень здорово, так все красиво, насыщенно, интересно Что порекомендовать можно всем побывать на такой выставке Окунуться в магию света в Бобруйске можно до 3 июля Время работы выставочного зала с 10 до 19 часов В понедельник и вторник выходной Цена билета – 5 рублей Это и есть тот самый случай, когда лучше один раз увидеть Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok